Всем привет! Меня зовут Амир Касенов, я главный редактор агентства Костак. В ближайшие минуты я расскажу вам о главных событиях минувших четырех дней. И прежде чем я начну, прошу вас поставить ваши лайки, потому что это очень серьезно помогает продвижению нашего канала. Поехали! Итак, новость, которая стала известна вчера. Это непреднамеренное, неумышленное по версии правоохранителя убийства, совершено в Алматы, причем прямо в департаменте полиции, прямо на посту. 5 июня в результате неосторожного обращения с табельным оружием полицейский постовой произвел выстрел своего коллегу, который от полученных травм скончался, говорится в сообщении. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 104 и причинению смерти по неосторожности Уголовного кодекса Казахстана. Назначены соответствующие экспертизы. Ранее Костак сообщал, что появилась информация о смертельном выстреле. По прибытию на место происшествия установлено, что около 7 часов 50 минут в комнате приема пищи постовой сержант Кайсанов Долит Амамболович 2 августа 1995 года рождения. Национальность Казах случайно выстрелил в голову из стабильного оружия ПМ в постового сержанта Амангельдина Ердоса Айдосула 8 августа 1995 года рождения. Национальность Казах. От полученного ранения Амангельдин скончался на месте. Со слов свидетеля, конфликтов не было. Они сидели рядом, беседовали. Привел сообщение в понедельник на своем телеграм-канале известный казахстанский журналист Михаил Казачков. Версия о том, что это неумышленное убийство. Почему взяли, что неумышленное убийство? Вот прям поверили на слово своему коллеге, получается. Она со вчерашнего дня подвергается сомнению со стороны, конечно, непредставителей правоохранительных органов. И на самом деле эти сомнения обоснованы. Я думаю, стоит в этом деле все-таки разобраться и расследовать не правоохранителям, а кому-то другому расследовать это дело, хотя бы, например, службе спецпрокуроров Генеральной прокуратуры. Потому что инцидент серьезный и вряд ли, на мой взгляд, в данном случае расследованием того, что произошло у них внутри, должны заниматься сами полицейские. Полицейских Казахстана рекомендовали тестировать на склонность к проведению пыток. Об этом сообщает Пресс-служба Генеральной прокуратуры. Руководству Министерства внутренних дел, конечно, рекомендовано проведение психологического тестирования на предмет раннего выявления сотрудников, склонных к применению пыток. Реализация комплексных мер по противодействию пыткам продолжается, говорится в сообщении во вторник. Ранее стало известно, что 900 нерабочих камер видеонаблюдения выявили в зданиях полиции на объектах Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Казахстана. Также выяснилось, что 39 силовиков Казахстана привлекают к уголовной ответственности по делам о пытках. Это речь о тех лицах, по которым приговоры еще не вынесены, которые находятся сейчас под следствием. Интересная информация вчера появилась, точнее, в видео. На прошлой неделе появилось видео, как известный казахстанский журналист Асхат Ниязов немножко пообщался с Акимом в Восточно-Казахстанской области Даниилом Ахметовым, где чиновник обещал 5 числа, 5 июня встретиться с Ниязовым, наконец-то встретиться с Ниязовым и дать ему интервью. И вот вчера, причем встреча была намечена в Риддере, и в Риддере произошла провокация. Некие женщины две начали, в общем, приставать к Ниязову. Одна из них активно оскорбляла его. Очень на высоких повышенных тонах с ним разговаривали. Было оказывано всяческое давление. Потом появилось видео, где они переговаривают с Денисом Рыбаковым, мужем известной казахстанской легкой атлетки Ольги Рыбаковой. Денис Рыбаков является председателем областного маслехата Восточно-Казахстанской области. Ну, казалось бы, какая тут может быть связь между вот этими вот тетушками, да, как принято называть такого рода женщин, и Акимом области Данилом Ахметовым. Потому что, ну, Рыбаков, вроде как, будучи председателем маслехата, подчиненным Ахметова не является. Это вроде как независимые ветви власти. Но нет, Рыбаков оказался прямым подчиненным Ахметова. И вот тут как раз-таки прослеживается связь. Мы ее проследили. Как связан Аким В.К. Ахметов и провоцировавший журналиста Ниязова женщины? Редакция агентства Кастак выяснила, что женщин, которые ранее в Ридере провоцировали известного журналиста Асхата Ниязова, и Акима Восточно-Казахстанской области Данила Ахметова связывают один из прямых подчиненных главы региона. В частности, ранее в интернете появилось видео, на котором указанные женщины-провокаторши ведут разговор с представителем маслехата Восточно-Казахстанской области Денисом Рыбаковым, мужем известной казахстанской легкоатлетки Ольги Рыбаковой. Глава обл. маслехата, в свою очередь, является прямым подчиненным Ахметовым, в частности, если Аким В.К. занимает пост президента Федерации легкой атлетики Казахстана, то Рыбаков является его заместителем, занимая пост вице-президента этой же федерации. Именно с ним о чем-то ранее оживленно разговаривали провокаторши. Таким образом, Акима связывают с женщинами-провокаторшами непосредственно Денис Рыбаков, которого ранее общественница Александра Осипова назвала верным соратником Ахметова. Напомним, ранее против Ниязова устроили провокацию в день оговоренной с Ахметовым встречи в Ридере и устроившие данную провокацию оказались связаны с Рыбаковым. Ниязов расценил провокацию как попытку оказать на него давление и назвал ее любимой фишкой Ахметова. Отметим, что до конца срока продленных полномочий Ахметова на посту Акима В.К. осталось меньше недели. Я напомню, что в прошлом году срок полномочий был продлен до 11 июня 2023 года. А так-то человек вроде как обычный пенсионер у нас должен быть. Активы и капитал подконтрольные Кулебаеву, Каспии, Нефть сократились в разы. Активы и капитал подконтрольные взятию бывшего президента Нурсулана Назарбаева, олигарха Тимура Кулебаева, АО Каспии, Нефть сократились в разы. Активы Каспии, Нефть, за 22-й год сократились в 2,2 раза, до 75,1 миллиарда, против активов 168,7 миллиарда тенге за 2021 год, следовательно из аудиторского отчета по консолидированной финансовой отчетности компании, размещенной на сайте Казахстанской фондовой биржи Кассе во вторник. Единственным акционером Каспии, Нефть, на 1 апреля 2023 года был АО Джоент Ресорсес, конечный бенефициар Тимур Кулебаев. Обязательства компании сократились на 0,9% и составили 59 миллиардов. Собственный капитал компании за отчетный период сократился в 6,8 раза, до 16 миллиардов. Чистая прибыль Каспии, Нефть, за 22-й год по сравнению с 2021 годом сократилась со 49,6 миллиардов до 49 миллиардов, то есть на 1%. Прибыль до налогообложения за отчетный период сократилась на 3%, до 79,36 миллиарда. Валовая прибыль напротив выросла на 14%, до 146 миллиардов. Консолидированная выручка выросла на 21%, до 197 миллиардов, указывается в документе. Тукаев начал проводить рабочие встречи в Алматы в здании фонда Назарбаева. Президент Казахстана Касмужомар Тукаев начал проводить рабочие встречи в Алматы в здании, которые на онлайн-картах, таких как, например, Тугиз, до сих пор обозначены как фонд Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент агентством. Агентство Кастака обратило внимание на то, что в ходе поездки в Алматы 31 мая Тукаев проводил встречи в здании по адресу улицы Ганди, 10, которая в сервисе Тугиз обозначена как фонд Назарбаева. Объект находится рядом с бывшей резиденцией президента за зданием Акимата Алматы, который реставрируют после январских событий Никаких упоминаний о том, что здание фонда Назарбаева по Ганде-10 находится на балансе управления делами президента, Костак не обнаружил Редакция обратилась за комментариями касательно указанного объекта в прислужбу УДП, где дважды просили дать время на предоставление ответа, во втором случае пообещав ответить до полудня 6 июня На момент подготовки данного материала ответ от УДП не получен Ну, странно, конечно, что ответ не получен, учитывая, что на самом деле вполне справедливо было бы забрать наконец-то у Назарбаева, у простого нашего пенсионера Пусть даже он никогда был президентом нашей страны, такой вот объект, а не оставлять ему Пусть этот объект уж будет резиденцией алматинского президента и президентов последующих, которые будут после Тукаева, чем будет закреплено за одним конкретно взятым пенсионером Ну, это, конечно, моя позиция, но я думаю, что со мной очень многие согласятся Отель Дабл Триби Хилтон Алматы связанный с племянником экс-президента Нурсултана Назарбаева Кайратом Сатвалды Перейдет государству, сообщает антикоррупционная служба Сатвалды Улы в целях возмещения ущерба передаются государству бизнес-центры, административные здания, коммерческие помещения, дома, квартиры, объекты незавершенного строительства, земельные участки, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомашины и денежные средства К их числу относится отель Дабл Триби Хилтон Алматы, который еще в ноябре 2021 года был приобретен предприятием, связанным с Сатвалды Улы В настоящее время завершается процедура передачи данного объекта в собственность государства, говорится в сообщении Напомним, ранее Костак сообщал, что представители Абли Хорулес, которые ранее обвинили РГП Казар-Навигация в рейдерском захвате гостиничного комплекса Дабл Триби Хилтон Алматы Указали на роль племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатубалды в их деле 5 июня 2023 года портал Ниги Кизет со ссылкой на заявление депутата мажориса Максата Толгбаева сообщил, что находившийся под следствием Сатубалды приобрел отель Дабл Триби Хилтон Алматы в центре города 19 сентября по делу Сатубалды стартовало главное судебное разбирательство до 6 сентября Кайрат Сатубалды был осужден на 6 лет заключения Это один приговор, следствие по нему еще продолжается, есть другое дело как минимум одно и мы конечно будем ждать результатов расследования Организатор побега ОПГ Коспаева через границу осужден в Жамбылской области Организатор побега организованной преступной группировки Юльдоса Коспаева, которого называют специалистом по рейдерству брата экс-президента Нурсултана Назарбаева Болота Назарбаева через границу вынесли приговор в Жамбылской области, передает Костак Приговором Кордайского районного суда 25 апреля 2023 года за организацию незаконного пересечения членов ОПГ Шалина и Машева и Коспаева через госграницу Машанло М.А. осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы По части 2 статьи 394 уголовного кодекса сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области Как уже сообщалось, Машанло 6 августа 2022 года в районе села Сортубе вне пункта пропуска организовал переправу ОПГ в Кыргызскую республику В прокуратуре добавили, что житель Кордайского района ранее судим не был Ну и все, что касается дела Коспаева, есть ссылочка в данном материале Ссылочка на этот материал есть в описании к сегодняшнему видео, заходите, читайте Вопрос по АЭС в Казахстане оказался практически решен, вопреки обещанному референдуму В ходе состоявшегося в Алматы семинара обсуждался вопрос строительства в Казахстане атомной электростанции Различный аспект развития этой отрасли, говорится в материале портала InBusiness Под названием «Вопрос практически решен, когда в Казахстане построят АЭС» При этом в материале приводится аргумент о безносе электрических мощностей, нехватке электроэнергии И приводится мнение по сравнению с африканскими странами Что же касается атомной энергетики, то хочу отметить, что сейчас даже африканские страны уже имеют атомные станции А мы, Казахстан, имея все условия и компетенции, до сих пор остаемся без АЭС Хотя она нам нужна уже давным-давно, заявил генеральный директор Союза инженеров энергетиков Казахстана Марат Дулкаиров Зам. директора Департамента атомной энергетики и промышленности Минэнерго Гульмира Мурсалова сообщил, что потенциальной площадкой для строительства АЭС в Казахстане Выбран поселок Люкен, расположенный на побережье озера Балхаш в Алматинской области Этот район был выбран на основе проведенных исследований из двух потенциальных районов В целом, решение о размещении атомной электростанции принимается правительством в соответствии с законами Казахстана С согласием местных органов власти, заявила Мурсалова Отметим, что ранее президент Казахстана Касым Жумар Тукаев обещал, что при необходимости строительства АЭС данный вопрос будет вынесен на референдум Строительство атомной электростанции пока не планируется, если понадобится, то обязательно будем этот вопрос обсуждать с народом Если понадобится, то проведем референдум, заявил в частности в июне 2019 года Тукаев Однако теперь уже определен шорт-лист потенциальных поставщиков реакторных технологий, в котором представлены 4 компании Это корейская KHNP, представитель которой участвует в этом семинаре Французская компания EDF Китайская CNNC И российская Rosatom Сейчас со всеми этими поставщиками ведутся переговоры Изучаются технические и экономические характеристики реакторов Но окончательного выбора пока нет Главным критерием выбора станет безопасность реактора И в этой связи работа ведется с МАГАТЭ Комиссия которой в марте 2023 года высоко оценила степень готовности нашей страны к принятию решения о строительстве АЭС Опираясь на опыт других реализованных международных проектов или находящихся в стадии строительства Можно сказать, что проект строительства двух блоков АЭС в Казахстане обойдется в сумму от 10 миллиардов долларов до 12 миллиардов долларов, заявила Мурсалова Учитывая, что по данным изданий сейчас совместно с Акиматом Алматинской области идет работа по подготовке общественных слушаний на тему строительства АЭС Которые должны были состояться еще в прошлом году, но были перенесены Вопрос об обещанном референдуме, очевидно, не стоит Напомним, 19 мая известный экономист и энергетик, бывший глава корпорации КИГО Кассет Наурзбаев Предложил сторонникам АЭС в будущем платить по 70 тенге за киловатт-час вместо 30 тенге за зеленую энергию Эксперт считает, что нужно провести референдум по атомной станции, обещанной президентом, с открытым голосованием Казахстан планирует вводить режим ЧС при массовом наплыве беженцев Утвердить прилагаемые правила определения пунктов временного поселения при массовом притоке лица, ищущих убежище, приемы и размещение, говорится в проекте постановления правительства Минтруда и соцзащиты населения подготовил большой документ про условия установания и порядка введения отмены ЧС при массовом потоке людей, ищущих убежище Условием введения чрезвычайного положения социального характера является массовый переход лиц, ищущих убежище, государственные границы с территорией сопредельных государств Целью введения чрезвычайного положения является обеспечение безопасности, защиты прав и свобод человека, защиты конституционного строя Казахстана, говорится в проекте В Казахстане в таком случае будут определяться места фильтрационных пунктов, палаточных и стационарных лагерей, а также пункты временного поселения Для этого будут использованы санатории, дома отдыха, пансионаты, детские сады, школы, интернаты и т.д. В лагерях будет трехразовое питание, работа парикмахерской, пункты бытового обслуживания, медобеспечение В случае ввода режима ЧС действует следующий алгоритм работы Органы нацбезопасности информируют акиматы о потоке беженцев, создается региональный оперативный штаб Органы внутренних дел регистрируют беженцев, ищут убежище, обеспечивают охрану, выявляют и задерживают лиц, находящихся в республиканском и международном розыске Органы гражданской защиты помогают акиматам при развертывании палаточных лагерей, принимают решения по выпуску материальных ценностей из государственного материального резерва, обеспечивают пожарную безопасность Лица, ищущие убежище, находящиеся в местах временного размещения, не могут покидать указанную территорию за исключением случаев, предусмотренных решением оперативного штаба При необходимости, уполномоченный орган по вопросам беженцев имеет право на запрос по оказанию содействия лицами, ищущим убежище в международной организации, отмечено в документе В комментариях к проекту граждане Казахстана высказываются критически, они против нормативно-правового акта и требуют снять его с рассмотрения Публичное обсуждение продлится до 15 июня на сайте открытых МПА, ссылочка на данный документ есть в материале Ссылка на материал тоже есть в описании к сегодняшнему видео, заходите, читайте, заходите, обсуждайте Женщине из Североказахстанской области, из Петропавловска, дали 3 года тюрьмы за сепаратизм 30 мая, вот об этой женщине идет речь 30 мая этого года Петропавловский городской суд Североказахстанской области признал Татьяну С виновной в совершении уголовного правонарушения по части 2 ст. 180 Сепаратистская деятельность Татьяну приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии средней безопасности В 21 году жительницы Петропавловска поучаствовали в онлайн-чат рулетки, откуда диалог попал в сеть Собеседник из России спросил, кого бы вы хотели видеть президентом вашей страны из всех президентов мира При этом он добавил, кто-то называет Тукаева, кто-то Назарбаева, кто-то Брежнева Татьяна ответила Путина, а после этого женщина обратилась со следующей просьбой Заберите наш Петропавловск себе, как Крым, Североказахстанскую область Судебно-психолога филологической экспертизы в видеозаписи показала, что высказывания Татьяны пропагандируют антиконституционный тип гражданского и политического поведения Свою вину подсудимая признала частично Суд решил, что Татьяна открыто пропагандировала нарушение целостности Казахстана Поскольку массовое общение в социальных сетях обладает свойством психологического воздействия и формирует общественное мнение Ну что ж, я полностью согласен с этим решением суда Я думаю, что нужно наказывать за такие действия и по делам И нужно жестко пресекать любого рода проявления Я на этом заканчиваю сегодняшний обзор Напоминаю, что мы выходим в эфир три раза в неделю, каждый вторник, четверг и пятницу Чтобы не пропустить следующий выпуск, жмите на колокольчик, чтобы он стал сереньким И получите соответствующие уведомления И, конечно, делитесь этим видео Лайкайте это видео Потому что это тоже очень серьезно помогает продвижению нашего канала Я желаю вам продуктивной рабочей недели Которая, по сути, только-только началась Прямо сейчас я желаю вам хорошего отдыха Всем позитива, замечательных эмоций Всем всего хорошего Всем добра Всем пока Всем пока